Приветствую, друзья! Я нахожусь при Эльбрусе, и сзади меня где-то в облаках скрывается сам Эльбрус. Но многие удивятся, почему к ролику про египетскую пирамиду я пишу именно такое приветствие, именно отсюда. Но на самом деле все просто, потому что я нахожусь в некрополе ступенчатых пирамид. Да-да-да, ступенчатые, из каменных блоков, уложенные на растворе. Я направляюсь исследовать, а пока что смотрите мой ролик про пирамиду царя Хаба. В этом видео я покажу еще одно малоизвестное царское строение древнего Египта. Это третья в списке по счету египетская пирамида. Ранее я рассказывал о самой первой пирамиде, которую воздвигли для царя Джосера. Был подробный фильм о второй пирамиде. Она была недостроена, вероятно, из-за преждевременной смерти ее заказчика, царя Сехимхета. И вот перед нами третья египетская пирамида. Если бы не выступающие фрагменты кладки, то ее можно было бы принять за каменистый холм. С рассветом Египетской империи правители стали возводить монументальные сооружения и городообразующие комплексы, которые подчеркивали их волю и власть, являлись важной частью религиозной системы, указывали на статус мощного государства. Зодчий Имхотеп для своего владыки возвел огромный ансамбль со ступенчатой пирамидой, вероятно, взяв за прообраз могильный комплекс первых династий и значительно увеличив его в размерах. В версии, что Зодчий решил поставить одну мастабу на другую, я все-таки сомневаюсь. До Джосера мы не видим подобных сооружений, за исключением одного в Абидосе, более-менее схожего по строению с мастабой. Но его нельзя стопроцентно идентифицировать как строение предшественника Джосера Санахта. К концу Третьей династии мы видим, что в разных уголках Египта возводятся небольшие культовые пирамиды, которые могли символизировать единство обеих земель, влиять на становление и расширение культов в определенных районах государства, выполнять роль пограничных стел, быть частью царских резиденций или являться кинотафами. Весьма вероятно, они были предшественницами пирамид-спутниц. Часть этих небольших строений принадлежит последнему царю Третьей династии Хуни, а другая – основателю Четвертой Снофру. Хуни строят ступенчатую пирамиду недалеко от Фаюмского оазиса, но, видимо, по причине раннего ухода с престола ее достраивает Снофру. Первый правитель Четвертой династии увеличивает изначальное строение и покрывает облицовочным камнем. Если бы не строительная катастрофа, эта пирамида могла бы стать первой классической пирамидой. Частичное брушение принуждает царя покинуть молодой некрополь и начать новое строительство в Дахшуре, чуть южнее Мемфиса. Ошибки при возведении ломаной пирамиды привели к тому, что после ряда изменений в ходе строительства она была забракована, о чем я рассказывал подробно в одном из первых своих фильмов. Но Снофру не сдается и возводит в том же некрополе Красную пирамиду, классическую по форме и которая, видимо, становится его последним пристанищем. Сын Снофру, легендарный Хеопс, учитывая все подводные камни зодчества своих предков, возводит пирамиду, которая станет настолько величественной и огромной, что на протяжении веков египетской истории будет вселять трепет в правителей и простолюдинов, войдет в список семи чудес света, а ее загадки останутся неразгаданными и по сей день. Сегодня на повестке слоистая или круглая пирамида, как ее иногда называют. Она находится между Абусиром и Гизой и принадлежит, скорее всего, правителю Хаба, который взошел на трон после гибели Сехимхета. Все, кто знаком с египтологией, знают, что письменность страны фараонов невероятно сложна, и даже после расшифровки ее непросто читать. Египетские правители имели по несколько имен, археологические раскопки дают разные царские списки. Но благодаря многолетней кропотливой работе египтологов мы видим более-менее понятную династическую картину, хоть и с белыми пятнами. И если правление каких-то царей или идентификация сооружений не вызывают серьезных разногласий, то есть ряд имен и строений, с которыми не так все просто. Хаба и его пирамида – одни из них. С большей долей вероятности, исходя из всех имеющихся данных и ряда артефактов, пирамида в завете Ариане принадлежит преемнику Сехимхета царю Хаба. В туринском царском списке он отнесен к стертым правителям, что свидетельствует о династических неурядицах, имевших место в правлении Хабы. Предполагалась даже версия, что писет, составляющий этот папирус, попросту не смог вычитать полное имя из более древних источников, на основании которых создавался туринский список. А надо признать, что об этом царе нам почти ничего неизвестно. Завьет-эль-Ариан – это небольшой некрополь с двумя пирамидами, захоронениями первых трех династий, восемнадцатый и римского периода. Гробницы, окружающие слоистую пирамиду, могли принадлежать членам царской семьи и их приближенным. В паре сотни метров к северу находится Большая Мастаба. На основе находок было сделано предположение, что именно в ней и мог быть погребен царь Хаба. Как уже говорил не раз, я не отрицаю того факта, что какие-то пирамиды могли быть кинотафами. Все-таки она не была исключительно лишь погребальным сооружением. Архитектура и конструкция пирамиды очень похожи на сооружения Джосера и Сихимхета. Комплекс демонстрирует как архитектурные улучшения, так и упрощения в конструкции, структуре и сложности. По мнению исследователей, весь комплекс представляет собой усовершенствованный вариант пирамиды Сихимхета. Пирамида и ее окрестности были впервые исследованы британским египтологом и антропологом Перингом в середине XIX века. Позже немецкий археолог Лепсиус занес ее в список пирамид под номером 14. Французский египтолог Масперо безуспешно искал вход в пирамиду, и лишь в конце XIX столетия Жак де Морган открыл проход во внутренние помещения. Несколько лет спустя итальянский археолог Барсанти приступил к детальному изучению слоистой пирамиды. Позднее ее расчищали и исследовали Рейзнер, Фишер, Мораджиоглио и Ринальди. На территории этого некрополя есть еще интересный археологический объект, о котором я подробно рассказывал в другом фильме. Структура незавершенной пирамиды, заказчиком которой был царь IV династии Бака, недолго царствовавший между управлениями Хафра и Менкаура, напоминает руины в Абу-Руаш, преемника Хеопса Джедефра. Вероятно, правление Бака оказалось непопулярным. Его уход из Гизы в более древний некрополь не помог ему достроить свою пирамиду. Интересная особенность – гранитный саркофаг встроен в полупогребальной камеры, имеет овальную полость и овальную крышку. Ничего подобного в пирамидах мы больше не встретим. После изучения археологом Барсанти пирамида Бака была забыта, пока в 54-м году в Завьет-эль-Ариан не подъехала съемочная группа из Голливуда для съемок исторического фильма «Земля фараонов» режиссера Говарда Хоукса. Пирамиду раскопали и очистили от песка, чтобы снять несколько эпичных сцен. Это бесценные кадры пирамиды, которая, скорее всего, потеряна для исследователей. По завершению съемок пирамида вновь оказалась заброшена, а через 10 лет вокруг расположилась огромная военная база, которая там находится и по сей день. Государственная безопасность страны превыше археологии, поэтому к пирамиде доступ закрыт даже для египтологов. Еще до строительства Асуанской плотины пирамиду затапливали грунтовые воды. Сейчас она занесена песком, заросла кустарниками и деревьями. Попасть в погребальные покои в ближайшее время вряд ли получится. Кстати, кто знает, может именно регулярные подтопления помешали царю завершить свою пирамиду. Соседство военной базы рядом с пирамидой Хабы делает ее посещение весьма проблематичным, но тем не менее нам удалось ее осмотреть. И, увы, только снаружи. Естественный высокий каменистый холм размером 11 на 11 метров окружен 14 рядами каменной кладки. Толщина каждого слоя 2,5 метра. Стены имеют угол наклона внутрь 68 градусов. Пирамида имеет квадратное основание размером 84 на 84 метра и в случае завершения строительства она состояла бы из 5 или 7 ступеней и ее высота составила бы метров 40-45. В настоящее время две ступени достигают всего лишь 17 метров в высоту. Интересно, что в некрополе пирамиды нет ограды, как в случаях с комплексами Джосера и Сехимхета. На востоке от сооружения были найдены следы погребального храма. Но археологические следы настолько скудны, что более пристальное изучение, более точная реконструкция сегодня просто невозможны. То же самое и с руинами здания в нескольких сотнях метров от пирамиды. Возможно, это был храм Долины. Внутрь мы попадаем через вход, который находится у северо-восточного угла пирамиды. По галерее, по другой схеме по коридору, увы, чертежи у разных исследователей разнятся, мы спускаемся и оказываемся в глубокой шахте-развилке. Наверху, на южной стороне, небольшой тупиковый проход. Что-то похожее только внизу было в пирамиде Сехимхета. Тогда была озвучена версия, что здесь могли планировать погребальную камеру. Но думаю, что такие тупиковые проходы не случайны. Может, это обманки для грабителей, или что-то иное, связанное с мировоззрением зодчих. Спустившись на дно колодца и повернув налево на юг, попадаем в коридор, доходим до крутого спуска. Возможно, именно здесь планировали сделать проткулису. Наверху мы видим еще один тупиковый лаз, который почему-то указан не на всех схемах. Пройдя еще немного, оказываемся в небольшой квадратной погребальной камере, которая высечена в скальном плато в центре под пирамидой. Здесь ничего не было найдено, ни вещей, ни следов саркофага. Поэтому выдвигались версии, что пирамида не была завершена, и царя в ней даже не погребали. Вернемся к колодцу и пойдем в другую сторону, на север, и окажемся в П-образной системе складских помещений из 32-х кладовых тайников. Как мы знаем, правители первых династий любили забирают с собой личные вещи, дары, погребальный инвентарь и даже приближенных слуг и животных в весьма приличных количествах. Такие системы кладовых есть в ряде пирамид. Где-то большие, где-то не очень. Намного позднее в новом царстве гробницы фараонов будут иметь много помещений для самых разнообразных предметов. От личных вещей до погребальной утвари. И вот мы ознакомились с еще одним строением Древнего Египта, третьей по счету пирамидой. И несмотря на то, что мы не можем с уверенностью сказать, была ли она достроена или нет, какие дела творил царь Хаба, если, конечно, он был ее заказчиком, она показывает развитие технологий и принципов, начатых Имхотепом и Джосером. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Следите за выходами новых видео. И, конечно же, вы знаете, с какой музыкой вам нужно исследовать пирамиды Древнего Египта. До встречи! А рядом с некрополем пирамид находится вот такая стена. И такое соседство явно не случайно. И непонятно, для чего она была создана неведомой цивилизацией. И это еще не все. В этом комплексе, который я отыскал в Брельбрусе, вот такая стартовая площадка для какого-то инопланетного корабля. Наверное, они построили все это и улетели. Продолжение следует...